Молодежка ОНФ проверила, насколько безопасно, доступно и комфортно ездить на общественном транспорте в нашей стране. С начала года активисты движения провели мониторинг работы маршруток и автобусов, в том числе в Тверской области. Накануне были подведены итоги. Чем недовольны тверичане и как наш регион смотрится на фоне других по качеству работы общественного транспорта, узнаете прямо сейчас. По всей России мониторинг работы общественного транспорта стартовал в январе 2020 года. Но в нашем регионе проверку на прочность системы пассажирских перевозок начали проверять после транспортной реформы. 15 февраля активисты молодежки ОНФ начали проверку в Твери-Калининском районе. Основная цель – оценить уровень безопасности, доступности и комфорта передвижения в общественном транспорте. Мы обращали внимание, чтобы был на транспорте маршрут транспорта, период его прохождения. Также обращали внимание, есть ли на остановках общественного транспорта расписание, оплата по безналичному расчету, выдача билетов, как себя ведет водитель, грубит, не грубит, курит ли он. По итогам проверки был составлен региональный список топ-недовольстверских пассажиров. Люди нам жаловались, что очень большое время ожидания автобуса. Не дают билеты, билеты дают с нулевой ценой. Жаловались, что по безналичной оплате проезда списывались двойные суммы. Бывает, что списывалось сначала утром, а потом вечером. Они проехали только один раз на этом транспорте. Масштабная проверка по всей стране завершилась. Сравнительный анализ по регионам был озвучен накануне в Москве. По результатам все регионы ранжировали по принципу светофор. В красную зону вошли субъекты со средней оценкой работы общественного транспорта. Три и ниже, их 25. В желтую вошли регионы-хорошисты, таковых 51. В зеленую почти отличники, но их всего три. Наш регион показал последнее место. Это попал в антирейтинг нашей проверки, мониторинга. Чтобы лучше сделать, то это надо отладить все механизмы новой транспортной реформы. Чтобы был интервал меньше, чтобы правильно работала безналичная оплата проезда, чтобы выдавались билеты. Все данные мониторинга будут переданы в региональное правительство для устранения неполадок и усовершенствования работы общественного транспорта. Повторную проверку молодежка ОНФ планирует провести в нашем регионе летом, надеясь на то, что ситуация изменится к лучшему. Но уже помимо городских маршрутов будут проверены и дачные.